друзья первые впечатления самаре это то что здесь очень плохие дороги причем везде не важно где и постоянные пробки как у нас в алмате агрессивные водители ну и все 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 такое грязные мусорки в общем по сравнению с оренбургом как будто просто какая-то другая общая страна мы сейчас с вами проедем здесь по достопримечательницам я вот так вот вам покажу с машины типичная пробка мы сейчас даже не самом центре находимся но по центру покататься здесь вот сделать кружок это примерно два часа уйдет еще одно наблюдение что ну здесь как бы тоже как во всех городах очень много иммигрантов и люди все-таки крупные массивные даже девушки такие все но после казахстана высокие и как это называется широкая кость или как то есть такие уже более европейские люди более такие крупные но все равно люди здесь занимаются спортом еще вот этот вот знак восклицательный желтый это знак говорит о том что за рулем стажер достопримечательность это пусковой модуль ракета носителя ракеты космический союз и вот она вот здесь вот просто стоит как вот у нас самолетики какие-то ставят или там машины какие-то ставят у них здесь вот этот вот модуль космический стоит модуль или я даже не знаю как точно это назвать ну короче говоря вот дорога развилка и вот здесь вот просто ракета возле жилых домов союз ракета восток р-7 она была построена настоящая ракета на ней было все оборудование как настоящей ракете только она не летала ее использовали для обучения естественно не летала она же одноразовая как она будет автоматически без участия людей научились приземляться и возвращаться вот такие же но это в этот и старт листа который илон маск наверно делает а советский то не причем проходит всякие разные фестивали постоянную гаррик сукачёв дмитрий маликов сегодня ночью был дождик и видите машины какие пыльные потому что город пыльный и это вся пыль поднялась и потом это дождиком прибило теперь это надо все мойкой смывать вот все пыльно пыльные вот эти вот машины которые дымят все стандартно для больших городов поэтому я вот эти вот пробки поэтому я большие города стараюсь всегда стороной обходить но самара это очень интересный город на самом деле легендарный исторический помимо того что здесь вот был бункер мы вам сейчас покажем чуть чуть позже здесь вот эта ракета которая мы вам показали это уже более такая менее современная а еще самое интересное что здесь была произведена ракета которая на которой был совершен первый полет в космос вообще людьми человечеством то есть в этом городе сделали ракету на код на котором люди полетели первый раз в космос самаре вот такой вот храм проезжаем красивый храм или собор я не знаю как правильно но и вместе с тем здесь уже и современных домов тоже понастроили очень много вообще самара это все вот про промышленность про авиационную промышленность про космическую промышленность ну вот вместе с тем мы здесь лодки яхты всякие разные есть и во время второй мировой войны самара тоже внесла большой вклад именно во время производства авиационных авиации очень много производилась здесь и соответственно ключевое ключевое значение значит было именно с этого города вот эта ладья белая ладья это символ города самара здесь уже значит у нас пошла набережная одна из самых красивых самых больших широких набережных в россии действительно там очень чистый пляж песчаный так мы значит едем дальше там сейчас у нас еще кое-что будет мы проедем сейчас вот так с вами по набережной ладью я вам показал и общественный транспорт здесь очень хорошо разве тут эти всякие самокаты все такое так здесь музей какой-то не знаю какой здесь у них в самаре с парковками не очень хорошо парковки могут стоить 200 300 рублей за ночь а я имею ввиду охраняемые которые под видео наблюдением в центральной части это алматинский наверно такие ближе московские цены роснефть да и отеля здесь более-менее нормальные они идут уже цены на отели 200 300 долларов которые находятся именно вот здесь где-то на набережной центральной части поэтому я стараюсь где-то селиться на окраине города где поспокойней где есть парковка охраняемого отеля и цены там гораздо ниже в 15 где-то километрах отсюда можно поселиться за три за четыре тысячи рублей здесь может стоить двадцать тридцать сорок тысяч рублей такой же так здесь справа тоже что то есть за деревьями а это памятник короче говоря не помню кому я на карте князю григорию а да точно князю григорию прямо на набережной если будете гулять вы обязательно этот памятник увидите ну вот это горжане идут с пляжа накупались и там прям видно кораблики не знаю там вода чистая или не чистая волки наверное чисто но они здесь я вчера смотрел по телевизору губернатор самарской области выступал так с докладом они там очищают от сточных вод и облагораживают по всякому и в общем занимаются всячески здесь в самаре стараются ну по дорогам и по мусоркам не знаю может быть это где-то на окраине здесь то конечно у них все культурно а вот когда мы заезжали и когда мы проезжали было прям так у них здесь парковка вроде бы есть и даже если я не ошибаюсь это бесплатная парковка можно здесь припарковаться оставить машину прямо на набережной интересно даже такие широкие места есть я думаю даже можно надолго поставить монастырь вот ижевский 18 километров здесь у них значит административное здание какое-то возможно это акимат или как это называется россии и вот как раз таки стелла вот это вот очень красивая стелла мужчина держит крылья или крыло я даже не знаю что это ну и в общем я думаю это символизирует о том что именно здесь уклон был на авиационную космическую промышленность на на все что летает и есть такие сведения что этот памятник был построен именно на средства сотрудников рабочих которые трудились на заводах и по одному рублю собрали со всех и построили вот блестит я не знаю из алюминия или из какой-то из какой-то стали нержавеющей но он прям такой красивый блестящий высокий 40 метров высота этой стеллы и она прям находится на возвышенности на на холме но круто конечно вот в этой части более-менее как-то спокойно а там где мы заезжали наверное там периферия или какие-то я не знаю ну в принципе мы недолго туда ехали и здесь как-то более культурно конечно вот в этой части ну наверное это прям совсем центр центр естественно по другому здесь больше быть не может но вот допустим в оренбурге мы там как бы везде ехали и там везде вот так было и люди спокойно ехали никто не напрягался никуда а мы вчера здесь попали как раз час пик и видимо люди голодные едут с работы и прям все куда-то торопятся нервничают вообще мне вчера так не понравилось как она меня встретила самара у них есть и светофоры тоже вот с этими циферками но вот эти светофоры они меня не знаю у нас вот как-то в алмате то ли видимость получше у этих светофоров то ли мне кажется люди все такие светлые только недавно девчонки надели юбки и видимо после зимы кожа прям белая белая у всех мы здесь проезжаем просто без светофора вот видите мне сигнал отзади это во всех вот таких вот городах ну наверно где миллион больше миллиона люди все психованы чуть чуть меньше будет население никто ни разу не нажмет на сигнал 63 регион возможно он не отсюда а нет это самарская область 16363 это самарская область отсюда он отсюда вот прямо река волга еще один храм сколько здесь храмов этом городе вся инфраструктура здесь очень хорошо развита вот всяких лакомок булочных аптек очень много и прям буквально в каждом доме на каждом шагу есть все такое магнит это вот тоже супермаркет такой типа нашего магнума где можно купить продукты пятерочка тоже это такой супермаркет у дома а мне кажется это не памятник ленина это памятник другому человеку это оказывается площадь куйбышева друзья здесь значит площадь куйбышева и памятник куйбышеву но я к сожалению не знаю этого человека не знаю политик политик а да точно 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 раньше этот же город не самара назывался и короче говоря его переименовали здесь закрыто нужно объехать ремонтные работы они ведутся а google об этом не знает периодически здесь копают все раскапывают мы вчера вообще приехали должны были заселиться в отель а там просто дороги нет для смотрите сохранились вот такие вот старые дома верхи там по моему никто не живет вот этот дом вообще кренится и похоже на то что они сохраняют этот облик архитектурный древний станка завод вот эти уже более такие современные дома из бетона эти прям из палок сделан в россии очень много зелени во всех городах очень много всяких разных садов парков огородов и это конечно мне симпатизирует это меня вообще не может не радовать вот допустим у нас в казахстане я не знаю почему мы не любят деревья даже люди у меня соседи там где я постоянно сажаю деревья они их там любят я говорю зачем вы рубите деревья они видать них листья мусор там еще какой-то и в общем у нас любят деревья рубить у нас не любят деревья сажать а здесь они наверно сами растут или я не знаю как так получается что очень много деревьев в общем друзья там есть какая-то достопримечательность вот площадь чапаева и ну и здесь очень много всяких разных достопримечательностей собрано вот девочка рисует сидит на этом монументе на этом памятнике блондинка и если вы сюда придете лучше всего сюда приходить на целый день вот в эту центральную часть пешочком в удобной обуви с головным упором и прям ходить пройдите здесь до вечера вот мертвые души здесь театр вот такой вот посмотрите это не современный такой а здесь привезли со школы и люди дети или это подростки дети они рисуют видимо прям все рисуют сидят так ладно в общем друзья я здесь катаюсь кручусь верчусь оказывается бункер сталина здесь расположен там такой неприметный вход во дворе где-то и в общем он здесь находится все достопримечательности они здесь находятся рядом вот еще пожалуйста вот такие вот значит античные дома здесь не античные а когда древние старенькие опять храмы соборы и пробуем не встали на что я вам хотел сказать что его экстренно построили за 8 месяцев когда наступление было на на советский союз думали что немцы захватят дойдут до москвы ну или было были такие опасения и в общем построили здесь резервный бункер экстренно за 8 месяцев в этом городе там 50 тысяч тонн грунта вынули и 20000 кубов залили бетона за 8 месяцев есть такое мнение что его строили заключенные и этих заключенных потом всех перестреляли потому что ну в строй в строжайшей секретности строили это место этот бункер и никто вообще тут даже не должен был знать что его строят что его делают вообще потому что это настолько секретно стратегическое и только в 90 1990 году буквально вот сколько 20 30 лет назад его рассекретили ну наверное когда холодная война закончилась него и значит рассекретили в этот момент друзья но набережная действительно у них очень широкая очень большая я даже не знаю сколько здесь километров потому что мы вот едем и едем и она вот как началась и она идет 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 и в принципе все достопримечательности сосредоточены вокруг нее вот с правой стороны и здесь значит с одной стороны вот деревья такая зелень растет а там с правой стороны пляжик с песочком и там валетбол играют и купаются и загорают и в общем все на свете очень чисто здесь очень культурно в принципе по сравнению с тем местом где мы заехали со стороны оренбурга когда ехали прям вообще как будто бы разные города не могут же так прям сильно кардинально отличаться архитектура здесь очень интересно я думаю можно заказать какой-то тур по реке и экскурсионный и вас тоже здесь покатают вот пятерочка 24 круглосуточные у них есть магазины которые работают опять поднимаемся вверх от набережной вот дома собственно про который я вам говорил там живут люди но они как-то вот прям я не знаю съезжают что ли вместе с грунтом будто бы как-то своей жизнью живут гуляют но их никто не сносит я думаю запрет на снос этих домов этих зданий они хотят скорее всего сохранить облик вот этот вот исторически потому что вот это вот где мы сейчас едем это весьма такая престижная часть город города и здесь современные есть здания и вообще все такое и вот эти вот старые дома они просто здесь стоят вот так вот на каждой улице буквально причем их эксплуатируют эти дома а вот памятник ленина как раз таки и вот на месте этого памятника стоял памятник сталину но почему-то не знаю почему памятник сталину снесли и значит памятник ленину поставили интересно знать чем он сталин здесь не угодил в этом городе прям на кольце вот там в основном девушки здесь светленькие все приняток очень мало в основном все блондинки или они так красятся я не знаю хотя нет вот брюнетки тоже встречаются видите здания вернее а его остатки и просто вот развалина стоит и никому нет до него дела и таких станет очень много я думаю это как-то здесь регулируется на законодательном уровне потому что многие здания просто брошены заколочены ставни там окна заколочены в принципе никак не эксплуатируется вот это вот слева здания тоже скорее всего не эксплуатируется и но его не сносят хотя там были шторы возможно люди даже в таких домах же вот друзья мы вот приехали показать вам задней части здания вокзала со стороны путей так она выглядит но вокзал у них здесь такой чистый опрятный все под навесиками многоуровневый и вот вот это вот здание самое высокое здание вокзала в европе а еще у них здесь есть вот двухэтажные вот такие пассажирские это либо электрички либо ну просто поезда которые междугородние идут вот так вот выглядят эти вагоны они выше чем обычные и выше чем грузовые ну и собственно по этажа там в этих вагонах в россии есть такие поезда но если это конечно не европе а это российские я сейчас поинтересовался у местных жителей они сказали наверное на самой верхней точке там есть смотровая площадка и там проводят экскурсии но а что на остальных этажах ну мне так внятно они ответить и не смогли если знаете об этом напишите пожалуйста в комментариях ну конечно очень удобно когда вы приезжаете в какой-то новый город вы сразу можете посмотреть подняться и посмотреть сверху или допустим когда вы уезжаете тоже можете посмотреть сделать такой обзор ну наверное это одна из самых высоких точек самары скорее всего но таких общедоступных здесь у них также есть вот такие вот широкие сколько здесь 8 полос проспекты очень большие тракты и советский троллейбусы я помню еще давным-давно у нас когда-то они были в казахстане но сейчас уже ни одного не осталось мы в общем нагулялись там и сейчас поехали уже в сторону отеля мы поселились на окраине сейчас приедем я вам все покажу расскажу а друзья прелесть этого шоссе заключается в том что в зависимости от времени суток и загруженности этой дороги здесь меняется то есть люди могут ехать вот допустим сейчас могут 4 полосы ехать туда и в какой-то момент наоборот здесь будет меньше движения вот видите вот эти знаки они сообщают что мы можем здесь ехать в час вот эти две полоски занимать а там мы не можем ехать и в какой-то момент здесь может быть вот три икса красных здесь будет только вот две полосы свободные и то есть вот на самом деле это очень очень грамотная тема потому что шоссе она обычно загружена либо в одну либо в другую сторону и таким образом они здесь это разгружают но все равно друзья водители даже в самаре в общей своей массе очень культурные очень воспитанные очень достойно себя ведут на дороге уважают друг друга и даже если сравнить с алматое это конечно же прям вот как небо и земля я сейчас здесь решил заехать спирбанк там не очень хороший курс обмена но мы уже отъезжаем все дальше и дальше от казахстана и мне нужно поменять остатки казахстанской валюты чтобы ее с собой просто не возить и желательно это делать все на пунктах пропуска но там где мы проезжали пункт пропуска там просто вообще ничего не было мы прошли границу и там просто поле болото с комарами и все ни одного человека там не было ни вагончика со страховками не не обмена валюты кстати я вам напоминаю что страховку можно сделать онлайн и по всей видимости ну либо напрямую зайдите пожалуйста посмотрите у меня предыдущие видео есть об этом либо у них есть здесь сайт сравни . ru я думаю там это можно сделать и как раз таки сравнить где у кого самые низкие цены вот здесь сбербанк и через тугис можно по через карту сбербанка можно как раз посмотреть есть здесь обмен валют или нет именно казахстанские деньги не во всех банках есть ну вот здесь вот как раз таки и памятник этого самолета военного которые которые производились здесь во время войны и как свидетельство о том что именно вот военные годы именно был этим городом самарой внесен очень большой вклад у них там есть высокие здания прямо по курсу правила дорожного движения немного отличаются есть новые знаки незнакомые но мы сейчас про них прочитали все загуглили в принципе ясно все понятно вот из того что прям сильно бросается в глаза это у них здесь есть такая такой знак вот типа вот как остановка запрещена только у них есть одна черточка такая вертикальная перечеркнутая белая в таком знаке и две черточки перечеркнута это по четным и по нечетным дням стоянка запрещена стоянка либо остановка в зависимости того один раз перечеркнута или два раза перечеркнута потом я хотел сказать по поводу вот этих вот восклицательных знаков желтых мы уже видели в оренбурге видели здесь видели это на самом деле очень помогает другим водителям понять кто там за рулем если человек только начинает водить к нему будет ну то есть лично я вот допустим к нему буду относиться более снисходительно уже я буду понимать что он только начинает водить и я буду как-то с ним более осторожно проезжает рядом там или еще что-то у нас какое-то время тоже был знак у и водители его клеили когда я начинал кстати есть было такое я не клеил этот знак но вообще в то время было и потом эти знаки как-то ушли и все исчезли я так понимаю что здесь на законодательном уровне это как-то закреплено и водители это себе устанавливают эти информационные знаки и в итоге ну это конечно же информирует и не вот видите новый район все вот недавно построено стройка здесь идет но строят не могу сказать что прям супер красивая вот эти вот так называемые человейники то есть души нет это видимо эконом класс жилье и как-то не знаю ничего не хочу сказать плохого но мне не нравится вот советское время строили по сути как говорится то же самое но у нас как бы прогресс не стоит на месте и мы что-то новое изобретаем постоянно что-то красивое делаем хотелось бы чтобы здание тоже были красивые а вот они просто строят строят лишь бы лишь бы конечно на всем экономят чтобы стоимость квадратного метра была ниже вот такой курс обмена валют на 31 мая это получается наверное около шести тенге шести с половиной деньги за 1 рубль я думаю это связано с тем что это корпус курс но у нас было бы примерно наверное на пять тысяч тенге выгоднее поменять в алмате как будто бы где-то в таиланде едем через джунгли и я люблю такие вот места где много зелени и надо нам ехать еще десять километров но я думаю там будет классно и далеко от вот этой всей суеты и от вот этих пробок от всей этой пыли от загасованности мне вот как-то больше комфортно когда такая вот такая вот природа и такая атмосфера меня окружает в том месте где же сейчас спускаемся вниз опять к волге то есть как я вам уже говорил самара она вот так вот вся все что туда ближе к волге там пониже и новая часть города она вот так вот же повыше сюда на вот эти вот горки но они невысокие я думаю здесь высота около наверное 300 метров максимум 300-500 метров самые высокие горки здесь то есть есть таких скал гор заснеженных пиков как в алмате конечно же нет очень много баз отдыха очень много просто стоянок парковок куда вы можете приехать на своей машине на авто доме и поспать провести здесь время завод пепси то есть пепси ушла из россии но завод-то остался и соответственно просто они сейчас делают ребрендинг поменяют название и точно так же будут производить те же самые напитки по по тем же самым рецептуре рецептом и из тех же наверно самых составляющих ой не знаю вот это вот все вот эти санкции мне кажется от этого никто вообще ничего хорошего не найдет и в том числе европа от этого очень много теряет и россия много теряю после самары после центральной части как будто бы вообще как небо и земля чтобы вы понимали там вот где-то ближе к центру 10-15 под набережной в общем в центральной части самары точно такие же гостиницы но они просто как какие-то невероятно убогие и грязные и неприятный запах здесь прям вообще все супер шоколадки на подушках идеально чистое постельное белье вообще во всей полностью гостиницы идеальная чистота они нам подарили воду подарили ну это естественно еще вот в ресторан подарили алкоголь либо безалкогольный напиток в ресторане так мне дали как здесь открыть нам дали 3 этаж нам дали там еще есть бассейн и мангальная зона и конечно же здесь охраняемая парковка ресторан все на одной территории такой мини-бутик-отель пойду купаться пойду купаться и отдыхать и это все вот так вот в лесу находится просто супер вот здесь вот такая патиозона классная прям все чистенько у них тут все все так продумано классном шахматы можно поиграть дротики вот эти покидать мягкие штучки всякие здесь умывальник с мылом и можно пожарить шашлыки но для этого вы должны привезти свой уголь какие-то дровишки и можно в общем это здесь все организовать здесь охраняемая парковка все это все входит в стоимость а здесь еще одна мангальная зона тоже но это по моему она уже относится к ресторану и скорее всего это здесь уже да а здесь распивать запрещено но по моему готовить можно наверное здесь тоже можно готовить да просто распивать алкоголь нельзя он стоит около пятидесяти долларов но это реально хорошая цена для такого места потому что ну отель просто супер есть также можете остановиться вот в таких либо коттеджах либо вот здание где люкс номера в люксах ну и конечно же можно заехать здесь спокойно припарковаться вот шлагбаум это все закрывается и здесь есть охрана это очень важно на самом деле а вот так вот называется это гостиница 4 звезды моя глинка и здесь тоже у них снаружи вот это ограждение тоже так красиво иллюстрировано картами израиль турция великобритания франция россия конечно же и там германия еще вот такой здесь значит у них спа я так понимаю это комнаты массажные а это мишки были когда-то мишки гамми жалко конечно медведей но теперь сделаешь вот персонала а здесь еще можно пили арт играть кто хочет ну в принципе вообще здесь все что нужно и не нужно все есть а фитнес-центр еще сейчас пойду на турник фитнес-центре тоже все есть даже турник есть отлично а здесь можно воду наливать сауна с шапочками все чисто культурно телевизор и ну все на уровне вот здесь вот такие подстилочки это чтобы не сидеть на горячем и видите баня без пара как щи без навара сто процентов мужик баня парить силу дарит